всем привет сегодня вам покажу как можно сделать вот такой вот проем из вот такого некрасивого кирпичного проема который остался после застройщиков и как из такого проема сделать вот такой красивый ровный симпатичный проем вот так вот у нас относительно этой стены угол должен быть 90 градусов а у нас практически вообще не 90 градусов но надо его по полу сделать мы будем от пола поставлять уровень лазерным уровнем будем выводить плоскость самый минимальный слой который может быть мы сейчас ему сделаем не будем тут наращивать ничего просто по прямой от штукатуре мы сделаем ровно и красиво мы будем устанавливать час маяки направляющие для нашего правила делать им это мы будем с помощью гипсокартона гипсокартон у нас он есть поэтому будем использовать его поэтому чтобы не не зря израсходов гипсокартон мы возьмем один вид гипсокартона и отрежем его ровно пополам для чего чтобы потом в будущем мы могли его использовать других целях и так эти куски мы должны будем поставить с этой стороны и вот с этой стороны то есть сделать направляющие для для того чтобы по нему спокойно могло ходить правило так почему мы используем гипсокартон а не что-то другое ну потому что так проще нам потому что у нас еще вот в этих местах вот местами просто такие вот не доходит штукатурка английский гипсокартоном все равно ляжет побольше ну то есть зафиксируется крепче и мы его просто на саморезы прикрутим теперь перед тем как этот гипсокартон шлепнуть на то место вот на к стене нам нужно по торцу и вот поэтому краю приклеить бумажный скотч закрепили с одной стороны наш пол листа гипсокартона наши вот тут просто на саморезы зафиксировали вот он стоит у нас по уровню и теперь с помощью угольника относительно этой стены выставляем 90 градусов и крепим с этой стороны другой лист гипсокартона выставили два маяка два гипсокартоновых маяка для нашего откоса смотрим проверяем по плоскости по плоскости все отлично уровень 90 градусов относительно этой стены сейчас правилом пройдем проверим чтобы лишнее ничего не торчало потом мы сюда просто накидываем штукатурку и по этим двум маякам уже вытягиваем аккуратненько правилом и и и от штукатурили наш откос теперь ждем засыхание и вы не снимать наши гипсокартоновые маяки затвердела наша стеночка наша штукатурочка сейчас мы будем снимать наши гипсокартоновые маячки которые нам тут уже не нужны просто откручиваем просто снимаем у нас уже отодрался все отбирать не 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 отдирай просто гипсокартон вот мы отобрали гипсокартон от стены и теперь убираем скотч и наш гипсокартон остался чистый с этой стороны если бы мы этого не сделали штукатурка чтобы просто приклеила с гипсокартону и все можно сказать мы бы отодрали этот гипсокартон вместе со штукатуркой и все он просто попортил бы нам весь вид и мы бы испортили просто ли гипсокартона а так как мы сделали это все скотчем поэтому скотч и сохранил наш гипсокартон для последующих работ поэтому нужно смело использовать пользоваться таким методом используется гипсокартон в качестве маяка и последующем просто продолжать работать этим же самым листом гипсокартона вот так сейчас мы снимем все наши гипсокартоновые маячки и будем уже потом стукатурить верхнюю часть нашего откоса это мы будем уже делать с помощью железных профилей ой с этой стороны у нас тоже вот все аккуратненько отошло и так тоже самое отбираем точь и гипсокартон у нас остался чистый и невредимый пожертвовали скотчем зато сохранили гипсокартон вот и все смотрите гипсокартон со стороны остался чистый и повредился выставили наши профиля в качестве маяков они у нас сейчас служат это было сделать довольно просто мы просто установили лазерный уровень и по уровню выставили первый и второй профиль и все это было гораздо проще чем ставить на вертикальные маяки так и все сейчас мы быстренько здесь заштукатурим поверху штукатурочкой которая нас уже вот здесь вот ведре ждет и все выровняем и будет все четко и гладко и смотрите дальше какая красота у нас получится с этим откосом вот такой вот ровный четкий проем у нас получился теперь его можно просто аспаклевать и покрасить в нужный план цвет или приклеить обои или сделать декоративную короче много вариантов которые можно облагородить этот проем всем пока